ДИАЛОГ С НАСЕЛЬНЫСТВАМ Радостные вспомины, теплые веншования и приемные подарунки. 55-годовый юбилея знашу Белорусский Гандлевый экономичный университет с поживецкой кооперацией. Акция памяти у Гомель завитали удельники Международного патриотичного автопробега, присвященного 75-годю заканчения операции «Багратион». А зараз об этом и иншим больше подробно. Два миллионы додатковых финансовых сродков урошением Гомельского облвыконкама выделены для развития инфраструктуры в районе индивидуальной жилой забудовы Романовича. На что они будут накерованы, когда завершатся работы? На это и многие другие вопросы сегодня отримали отказы забудовщики и жихары по часу встречи с представниками городской улады и разностранных ведомств. Дмитрий Котов протягнет. Пытания развития инфраструктуры Романовича для многих жихаров и для тех, кто покуль ожитивляет будовництво своего приватного дома, наболелые. Проблемы самые разные. Перш за все отсутность на некоторых дорогах асфальтового покрытия и коля особных участков инженерных сеток и коммуникаций. А пошняя тема, дороже, неодноразово узнималась на приемах громадян и подчас промых телефонных линий. Усе хвалюющие пытания были сегодня обмеркованы на встрече со старшиней Гомельского облаконкама Пятром Кириченком. Ее выникам представники инициативной группы засталися задоволены. Все эти вопросы у нас накопились. Было предложено со стороны горосполкома встретиться, обсудить. Мэр нам проставил конкретные сроки, когда будут решены определенные проблемы. Большинство из них было обещано, что будет сделано в этом году лично мэром города, что вселяет и обнадеживает нас. Поэтому будем надеяться, что эти вопросы будут оперативно решаться. Было обещано, что будем периодически собираться. И то, что не решено или требует оперативного вмешательства, будет постоянно находиться на контроле и решаться своевременно. Последовалась асустреша представников городской улады и разностайных ведомств с заводовщиками и жихарами микрорайона Романовичи. Людей собралося вельми шмат. Пытания тычились самых розных напрямков. По каждому дадены конструктивный отказ. До приклада, актуальным застается развитие транспортного руху. Пытания зараз пропрацовываются. Свои пропоновые можно выказать каждый, потелефоновавший по номеру городской линии 41-00-25. Ждем предложений по этому вопросу. Одновременно могу пояснить, что все маршруты объединяются, изучаются, подкорректированы уже к началу учебного года. Введено новое расписание с 2 сентября. С учетом расписаний школы, факультативов изменяются все пожелания. Но есть вопрос, когда одновременно все пожелания не очень можем принять в обработку. Некоторые проблемы, как высветлилась, возникают за дефицит информирования. Это тычется в приватности социальной сферы. Многие же хары Романовича ускарзилися на отсутность аптеки. На самой справе она есть – у будинку мясцового ФАПа. У наявности больше за 400 наименее улековых сродков первой необходимости. Людям распавели и про медицинскую допомогу, которую они могут отримать на территории микрорайона. На сегодняшний день организована работа ФАПа, на которой работает специалист с опытом 32 года. Но опять же, здесь дефицит информирования жителей новостройки о том, что ФАП вообще существует. Для них сегодня, я так понимаю, это было открытием. Да, здесь, вероятно, наша недоработка информационная, которую мы в ближайшее время устраним. Мы, более того, с руководителями организации здравоохранения, которые призваны оказывать помощь именно на этой территории, мы в ближайшее время с людьми, с этим населением более углубленно проведем встречу и разъясним о порядке. После закончения с встречи мясцовые жахары означают ее корысть. И они выполнены, что все возникающие проблемы в будущем выращать разом с уладой будет значительно легче. Спасибо большое нашему руководству за такую конструктивную встречу с населением жителей Романовичи. Были услышаны вопросы, были даны разъяснения. Конечно, по некоторым вопросам еще будут разбираться, есть проблемы. Что хочу сказать, что нужно еще собираться людям. Это дает решать оперативные вопросы. Будет организовано, сказали, что будут собираться. Нагадаем, решением Гомельского Абл-Ваканкама выделено 2 миллионы рублев додатковых сродков. Гроши призначены для проектования и будовництва объектов инженерной инфраструктуры у районе индивидуальной жилой забудовы. З уликом названной суммы, агульный годовый объем финансования по третьей шарзе склау 3 миллионы 700 тысяч рублев. Сродки продугледжены на будовництво сеток вода и электрозабеспечения, а так само канализации. Гэты работы уже ведутся. По первой шарзе забудовы на гэты год было выделено свыше 1 миллиона. 95% сродков уже освоено. По другой шарзе агульный объем финансования на гэты год склау 3,5 миллионы. Уже освоено 92% сродков. Основные работы, запланованные на 2019 год, завершены. Застается пытание по сетках вонкового освятления и дорогах. Гэты работы плануют завершить у наступным годзем. Дмитрий Котов, Валерий Гопанько, телерадио «Компания Гомель». Напереды дни у Гомельским гарвыконками отбылось сумесное посяжение президума Гарсавета депутатов и городских уладов. На парадку дня выбор кандидатов члены Совета Республики Национального схода Республики Беларусь 7-го скликанья. Открыл посяжение старшиня Гомельского гарвыконками Петр Кирыченко. И он расслумавши правилы выборов претендентов и окреслил полномодство президума. Мэр нагадал, что вылучение кандидатов у члены Совета Республики повинно завершиться до 8-го кострышника. Далее слово взял старшиня Городского совета депутатов Миколай Ковалевич и представил кандидата. Им стал старшиня Гомельского областного объединения профсоюзов Алексей Неверов. Для присутных были огучены этапы прационной деятельности кандидата, его заслуги и поспехи. Наприклад, означено, что под керавництвом Алексея Неверова активно развивался профсоюзный рух Гомельшины. Умасовывалось международное супрацовництво. У вынику после объявления голосования кандидатура керавника областной профсоюзной организации была принята одиноголосно. Нагадаем выборы у Совета Республики Национального схода Республики Беларусь продают 7-го листопада. Держава допоможает гражданам при утеплении жилья. Такую гарантию предупреждает указ президента номер 327 о повышении энергоэффективности шматкватерных жилых домов. Головная мета указа – поддержать гражданам и желание снизить поживание тепла, увеличить энергоэффективность жилого дома, чтобы в свою очередь повысить комфортность проживания. Рашения о проведении ответственных мероприемств, например, по замене системы тепления, установцы лечильников тепла, жихары принимаются на огульном сходе двума третьими голосов. Инициаторами проведения энергоэффективных мероприемств могут выступать уластники, которые володают не меньше одной четвертью голосов от их огульной колькости. А так само – уполноваженная особа по кированию огульной майомостью суместного дома уладания, правление товариства уластников и мясовые выканавшие органы улады. 50% кошту энергоэффективных мероприемств берет на себе держава, а остальные 50% оплачивают граждане. При этом дается расторминовка до 10 годов, а для малозабеспеченных – до 15. Финансирование данных мероприятий будет осуществляться за счет средств от приватизации жилых помещений, также до 10% средств будут направляться за счет средств капитального ремонта, ну а также в бюджетных средствах будут открыты специальные счета, на которые будут осуществляться деньги для финансирования этих мероприятий. Зараз распроцовывается проект постановления Совета Министров, который удокладнит механизм финансования мероприемств по тепловой модернизации шматкватерных домов. Указ уступить в силу Семага Снежня. Выращать проблемы, которые возникают в сфере ЖКГ, призванные жилевые ассоциации. По кулу Гомельской области их только три, в целом по Беларуси – 10. Такие союзы объединяют товарыства улазников и контактуют с державными предприемствами этой Галины. У Гомельской области прошел первый семинар, присвященный перспективам развития региональных жилевых ассоциаций и пытанием взаимодействия организаций улазников и мясовой улады. У Гомельской области больше 1300 товарыств улазников и кооперативов. Жилевые ассоциации, створенные у Мазары, Светлогорску и Гомели. Под их контролем коля 350 домов. Такие объединения есть и в соседних краинах, но не сегодня распространенная стратегия у столевого развития. Необходная модель сегодняшняя в Германии. Сейчас в Беларуси выкористовывается минавито немецкий опыт. У чем сутность, любые финансовые пытания и звороты жильцов выращаются внутри ассоциации. Это отбывается больше худко и меньше затратно. Но это не все накерунки, которые находятся в компетенции жилевых ассоциаций. Цель сегодняшнего мероприятия – это кооперация с местными органами власти, когда представители жилищной ассоциации и местной власти лучше узнают друг о друге, лучше поймут друг друга и вместе поговорят о том, какие мероприятия можно решать совместно. Например, проведение международного дня соседей, проведение каких-то праздников, совместная консультация наших граждан по вопросам коммунальной грамотности и другие. Это может быть самые разные темы. 55 – выдатный юбилей. Особливо приемно сустракать его разом с самыми дорогими людьми. Пригожую дату означал Белорусский гандлево-экономичный университет с поживецкой кооперацией. Юбиляра приехали поменьшовать сябры установы с Беларуси и суседних краин. Не обмянула святошное мероприемство и наша здымошная бригада. Марина Джалая с подробностями. Даурочистые частки свято – поугодины. Пробывают гости, по сябровску обдымаются. Одразу башна, с какой радостью они сустракают один одного. Белорусский гандлево-экономичный университет с поживецкой кооперацией многие десяти годы объедуя не только навыкшальные установы, но и особенных людей. Тут они знакомятся, далее сопрацовничают и, как выник, становятся надеянными сябрами. Пожелать, конечно, всему коллективу, лично ректору, конечно, всем профессорам преподавательскому составу, сотрудникам успехов, удачи. Загадывать какие-то, может быть, даже на основу шибательные планы, задачи, которые вы точно, я уверен, можете воплотить. Потому что у вас великолепный коллектив, очень мудрый руководитель и великолепные специалисты. Добрый путь, успехов, всего вам самого доброго. Мы едем к друзьям, и это самое главное. Несмотря на нашу занятость, мы точно знаем, что здесь, в этом университете, мы сами поделимся своим опытом. Мы возьмем тот опыт, который привезли с других стран. Улику шматлики гоноровых гостей были ректоры установы Алана Вумчик. И она с гонором признается, что университет с поживецкой кооперацией завсюду был местом, куда хотелось бы приходить спочатку, но в учебу, потом на працу. Семь лет я уже занимаюсь законотворческой деятельностью, но мне кажется, что этот срок все равно не смог заглушить главное ощущение в сердце. Университет – это моя жизнь. Я закончила этот университет и счастлива, что именно этот вуз я выбрала для получения своего основного образования. Я провела здесь основную трудовую деятельность. И юбилей – это как экскурс в историю. И вы знаете, вот эти воспоминания очень яркие, теплые и будоражат до глубины души. То, что университет поспехово развивается и становится все больше ведомым на международной эдукации на пляцовце, демонструет выники шматликих науковых конференций, телемостов и семинаров. Выпускники установы – запотребованные на рынку працы. Их веды и подрыхтовка традиционно выглякают зацикавленность не только белорусских процедавцев. Выполняя те или иные задачи, наши специалисты всегда на уровне и получают хороший результат. Это благодаря вот этой фундаментальной подготовке, которую они получают в стенах нашего университета. Под час урочистых концертов у адрес керавництва и профессорско-педагогичного состава университета худшат веншаванье, словы подяки, уручаются грамоты. Не глядяши на то, что досягнение у апошния годы было шмат, есть те, якими тут особлива генерация. Университет в эти дни собрал очень много гостей. Приехали все наши друзья, приехали представители сетевого университета «Кооперация». А в этот университет входят 9 университетов. Этот университет сетевой создался три года назад. В Карганде мы подписали соглашение о сотрудничестве и создании такого университета. Потому что уже 25 лет, почти 25 лет, функционирует международная общественная организация, совет руководителей кооперативных учебных заведений. И наши интеграционные процессы переросли в то, что мы создали сетевой университет «Кооперация». Но к нему прирастает постоянно множество партнеров. Самая головная, как установа святковала я шесть шмат юбилеев, и разом с тем, с каждым новым этапом становилась все больше сучасной, запотребованной и популярной как сирот абитуриентов, так и сирот навыковых партнеров из разных краин света. Марина Джала, Валерий Гопанько, телерадио «Компания Гомель». В Гомеле прошел расистый сход, промеркованный до дня машинобудовника. В меньшовании с профессийным святом работники Галины будут принимать в неделю, 29 вересня. А напереды дни ушановили тех, кто досягнул поспехов у нелегкой справе – будовництве машин. У центра уваги – супрацовники завода Гомсельмаш. На урочистости побывал и наш корреспондент Евгения Кухаронак. У Доме культуры Гомсельмаш полная зала. Тут и виновники урочистости, и гости. По традиции, у першую чергу подведение выника у працы. Словы подзяки за выполнение поставленных перед Галиной задач и особистые перемоги кожного. А после у Знагороды этим вечером ушановили работников удостоенных звания гоноровый Гомсельмашевец и ветеран Гомсельмаша. А так же те, кто отримал подзятые листы открытого акционерного товариства Гомсельмаш, грамоты и подзятки Министерства промисловости Республики Беларусь, урочены и у Знагороды от Гомельского Аблвиканкама. Завод на работу свое имя в предыдущие годы старается и удерживает свою марку. Все временные трудности, я думаю, переживут, потому что оказывается поддержка и на областном уровне, и на государственном. Поэтому в канун праздника хотелось всех поздравить машиностроителей с их профессиональным праздником, пожелать успеха и руководству, и трудовому коллективу. Для урочистого схода есть еще одна подстава. В 89-ти годе предприемство Гомсельмаш. Зараз тут працует около 14 тысяч человек. У непростых экономичных умовах и при найжорсткой конкуренции на внешних рынках им удалось захавать экспортные позиции, а в широких краин повеличить долю присутности. Наш коллектив сегодня сплоченный, крепкий, здоровый, творческий. И нет оснований полагать, что любые трудности, которые не встанут на нашем пути, не будут побеждены. Я бы, конечно же, хотел пожелать каждому из машиностроителей, каждому из своих работников в первую очередь крепкого здоровья, стабильности, надежного тыла, дабы каждый день было отличнейшее настроение идти на работу и еще более лучшим настроением возвращаться домой. Евгений Кухаронак, Андрей Иванов, телерадиокомпания «Гомель». Транспортные организации «Гомеля», которые занимаются перевозками пассажиров, реализуют широкие экспериментов. В приватности разговора идти об новых проездных билетах, которые имеют несколько ступеней обороненности, а также о мощности расплошиваться в автобусах банковской карткой. Наши корреспонденты посекались подробностями. Идея реализации проездных билетов нового узора заявилась еще в начале этого года. Правда, процесс оказался не таким худким, как хотелось бы. Проездный билет – это официальный документ, который друкуется на одном из предприемств «Держзнака». Нашим предприятиям принято решение замены проездных билетов в городе Гомеля. В связи с тем, что в последний период времени мы понимаем, что количество подделок возрастает. Эти проездные отличаются количеством степеней защиты, их 8 настоящих проездных, и позволяют нам получать, наверное, больший объем выручки по сравнению с предыдущим. То есть мы понимаем, что меньше в настоящий момент будет поддельных проездных документов. Когда оборонены от подробок проездные билеты уже стали реальностью, то махчимость различиться у автобусе банковской карткой еще можно лечить экспериментом. По культу такую послугу оказывает только кондуктор первого Гомельского автопарка Людмила Чернова. Кажет, это саправды сручно, особенно по часу набытца декадных и месячных проездных. Хоть и за звычайные талончики на одну поездку таким чином можно так само расплатиться. Пассажиры до такой послуги еще не привыкли, а ля кондуктор Пираканана – это справа часу. Сейчас же все в основном с карточками. Когда выходит человек, допустим, предлагаешь приездное, он говорит, что я деньги еще не снял. Или там заходит пассажир, но не успел он снять деньги. Или на банкомате нету карточку, говорит, вот если бы можно было. Ну и на собрании я внесла такое предложение, спасибо нашему руководству большое, оно нас поддержало. Олег Сюров, Ольга Коновалова, Йоген Макинка, телерадиокомпания «Гомель». У Гомель завитали удельники международного патриотичного автопробега. Просвещенного 75-ти годю заканчения операции «Багратион». Сустракали гостей из России активисты областной организации громадского объединения «Белая Русь». 2019-й стал годом особливых юбилеев. 75-ти годы вызволения Беларуси от фашистских захопников и завершения Ленинградской битвы. У их вынику советские войски вышли на державную мяжу СССР. Удельники автопробега вырошили ушиновать память героев этих знаменальных падей поездкой по городах, которые закранула операция «Багратион». «Гомель» стал 20-й кропкой в маршруте. Разом с активом «Белой Руси» гости усклали кветки на аллее героев и ушиновали память загинувших Хвилина и Маушанья. 10 сентября мы стартовали от Поклонной горы в Москве. Нас провожали ветеранские организации, ДСАФ, кадеты, суворовцы. Ну, напутственные слова передать привет братскому белорусскому народу. И цель нашего автопробега, она патриотическая. Это еще раз напомнить всем о итогах Великой Отечественной войны, о победе советского народа, нашего общего народа и Красной армии в Великой Отечественной войне. Далее удельники пробегу с устрелись с наученцами школ Гомеля, как презентовать книгу «8 великих битвов 1941-1945 годов», в которой описана операция «Багратион». Так само яны приняли удел посяжение круглого стола с громадскими и ветеранскими организациями по теме развития героика патриотичного туризма помеж краинами. Черговый кермаш вакансий пройдет в Гомеле на наступном тыдне. Суискальники смогут сустреться с простонниками кадровых служб, организаций промысловости, громадское охаршевание и оховы здоровья. А кроме того, можно будет доведаться про махшимости навушания и открытия своей справы. Мероприемство отбудется у авторок, первого костричника с 10 до 12 годин во управлении попрасы занятостей социальной обороны Гомельского горвыконкама на Пролетарской, 18. Усе фарбы життя для тебе. Областный довраченный марафон и дейным натхняльником, якого уже 10 годов выступает Белорусский Республиканский Союз молоди, другого костричника будет сбирать сродки для двухгодового Руслана Варушина з ветки. У хлопчика онкология. У программе, якая пройдет в городском центре культуры, примутюдел белорусские зорки и творчие коллективы Гомеля. Усе собранные от продажи билетов сродки будут перелечены на лечение хлопчика. А кроме того, все ожидающие могут перелечить гроши и на доброшинные рахунки. Больше подробную информацию можно найти в группах ВКонтакте и Инстаграм. Молодь Гомельшины и волонтеры Гомельшины. Доброшинный марафон Усе фарбы життя для тебе. Визитная картка волонтерского руху БРСМ «Доброе сердце». Головная метапроекта – популяризация идей доброшинности и милосердности в громадстве. Оказание поддержки детям, которые оказались в тяжкой житевой ситуации, также имеют потребу в дорогих операциях. В Гомельской области рух «Доброе сердце» объединяет больше 7,5 тысяч волонтеров. Эти и другие новинки вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуске завершены. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Продолжение следует...